Административный арест на двое суток за нарушение миграционного законодательства. Алищер Сарымсаков и его жена Екатерина Орлова считают, что их подставили сотрудники миграционной полиции. Невиданная щедрость или реальная благотворительность. Одна из дорожно-строительных фирм города бесплатно отремонтировала двор жилого дома на проспекте Нуркена-Абдирова. Археологическая сенсация. Карагандинские ученые обнаружили мавзолей Бегазы Дандыбаевского времени. Усыпальница удивительно похожа на пирамиды египетских фараонов. Молодая пара из Кыргызстана не может получить вид на жительство в Караганде. Более того, они обвиняются в нарушении миграционного законодательства. Приезжие с обвинением не согласны. Они уверены, что нарушение допустили сотрудники миграционной полиции. Все подробности в материале Анель Шалкарбек. Екатерина Орлова – карагандинка. Отдыхая в Кыргызстане, она познакомилась со своим будущим мужем. Молодой человек решил сменить место жительства. Приехав в Караганду, первым делом они обратились в миграционную полицию, чтобы подать документы на вид на жительство. Собрав нужные бумаги в срок и зарегистрировав свой брак, молодая пара не подозревала, что ее мужа, гражданина Кыргызстана Алишера Сармсакова, привлекут за административные правонарушения. Когда мы подавали заявление в миграционную службу, писали анкету, мы подаем, девушка там есть, Алия, во втором окошке, мы ей сдаем бумажки. Она проверяет, все пишет, говорит, что бумаги будут рассматриваться 60 дней. Вас будут проверять ходить. Мы говорим, мы молодые, молодая семья, молодожены, нам на свадьбу подарили квартиру. Мы сейчас хотим делать там ремонт. И какое-то время будем проживать по другому адресу. Что нам в этом случае делать? Нам два адреса указать, чтобы по двум адресам проверили или как. Что нам делать? Нет, говорит, указывайте тогда данный вот этот адрес. Оказалось, что по закону жить по одному адресу, но быть прописанным по другому нельзя. На самом деле, все гораздо проще. Молодожены живут и в той, и в той квартире, так как оба жилья принадлежат Екатерине. Но инспектор миграционной полиции увидел здесь нарушение. В качестве доказательств преподнес опрос соседей, которые говорят, что знать не знают новеньких жильцов. Екатерина также собрала расписки от своих соседей, где указано обратное. Молодые люди находятся в этой квартире редко, потому что здесь идет ремонт. Но суд не счел это уважительной причиной. Вторая статья, по которой обвиняется Алишер Сарамсаков, гласит, что в течение двух месяцев мигрант не имеет права работать. Но и здесь приезжего ввели в заблуждение. На работу молодого человека так и не взяли. Несмотря на это, он утверждает, что инспектор миграционной службы посоветовал ему указать место работы в объяснительной. Этот документ и стал главной уликой. За комментарии мы обратились к начальнику миграционной службы. Говорить на камеру он отказался. Пока мы ждали ответ начальника миграционной службы, спорный вопрос уже был решен административным судом в пользу миграционной полиции. Алишера Сарамсакова взяли под арест на двое суток. Приговор можно обжаловать, однако этим можно сделать только хуже. Следом могут пойти обвинения в даче заведомо ложных показаний. Так прозвучали последние слова в зале судебного заседания, говорит молодая жена. Говорят, делайте все официально, собирайте документы. Кого теперь слушать, какие документы собирать. У меня веры больше в миграционную службу нет. Сейчас они мне скажут, я соберу опять документы, опять какую-нибудь статью сделают. Получается, то, что они советуют, то, что мы пишем, получается в убыток нам. Они потом на этом ставят нас, штрафуют статьи всякие ставят, нарушения ставят. Судья сказал, что получается тогда статья заведомо ложные показания. Вот, если мы будем обжаловать, что будет тогда другая статья, будет депортация. Каждый из нас знает, что ни одна компания не составит трудовой договор за то короткое время, в котором находился Алишер Сарамсаков на территории РК. Отсюда и нестыковка в решении суда, отправив его под арест на двое суток за то, что устроился на работу за месяц. Мы решили удостовериться, действительно ли это так, и позвонили в тот самый магазин. Здравствуйте, магазин Мотодрайв? Да, Мотодрайв Мотодрайв. А у вас когда-нибудь работал Алишер Сарамсаков, 85-го года рождения? Нет, я работал. Вообще никогда? Вообще никогда. Приходил устраиваться на работу? Ну, он приходил, там у него с документами какой-то непорядок. Он не устроился, он взять. Он говорит, типа, сейчас, сейчас, должны сделать документы, сделать, а вообще нет, мы не будем в чем делать, да. Так и не устроился ни дня, даже стажировки не проходил. Да, не так, в смысле стажировать, если он не устроится. Он говорит, ну, приходи, смотри, если хочешь, чтобы вам наблюдать, а не за чем-то занимаемся. А если вдруг получится, то в основном будет. Я думаю, что он гражданин, что ли, в нашей стране. Поэтому он устроился, типа, вы, ну, если человек, он даже не знает, я вам. Выходит, если не знать миграционного законодательства и действовать по совету сотрудников миграционной службы, можно легко стать нарушителем. Какие цели преследовал инспектор, непонятно. Ясно, одна молодая пара теперь сомневается в профессионализме чиновников и в объективности решения административного суда. Поэтому намерены обращаться в прокуратуру. Анна Шалкарбек, Жаслэк, Нуртай, Александр Сарикидзе, Первый, Карагандинский. В Караганде будет приобретена дополнительная техника для содержания городских дорог. Исполняющий обязанности Акима Карагандинской области Асалбек Десюбаев посетил коммунальное государственное предприятие благоустройства. Он ознакомился с техническим состоянием производственной базы, специализированной техники и ходом подготовки к зимнему содержанию дорог. Асалбек Десюбаев осмотрел отремонтированное здание диспетчерской службы. Проверил подготовку специализированной техники к зимнему периоду. Чиновник отметил, что предприятию необходимы новые машины для уборки снега и подсыпки дорог. С этой техникой существующей, это то, что показывает здесь, хоть готовь ее, хоть не готовь, город содержать в нормальном состоянии, очень тяжело. Сейчас в КГП всего 70 спецмашин. Руководство компании пояснило, что у них увеличился объем работы. Раньше они убирали только город, сегодня это еще и отдельные районы Караганды. На сегодняшний день готовность к зимнему периоду техники на 70% готовности. У нас добавилось объемы. Это Октябрьский район, Прешахтинск. Сортировка, в том числе Узинка. В настоящее время ведутся работы по закупке более 60 единиц техники. Потребность именно в погрузчиках, автогрейдерах, универсальных тракторах и комбинированных дорожных машинах. Их нехватка особенно остро чувствуется зимой. Старые машины то и дело ломаются. Ломается постоянно. Хоть какого специалиста ставь, хоть сколько людей не нанимай, сколько руководителей не меняй, хоть в Акимате, хоть в самом благоустройстве ничего не получится. Все, решение приняли, средства выделены. Минфин проводит конкурс, отношения к этому Акимате никакого не имеют. Приватизации данной техники подлежать будущему не будет. Еще одним новшеством станет единый чат в мессенджере WhatsApp. С помощью горячей линии будут решаться проблемы по зимнему содержанию дорог. Просто делается. Увидели кучу там снега, там сфотографировали, отправили. Он убрал, высылает туда. Следует отметить, что закупаемая техника закроет потребность пополнения автопарка КГП благоустройства на 10 лет. Аслубек Дюсибаев поручил руководству предприятия приобрести GPS-навигаторы для контроля передвижения техники и специальную форму для работников. Также исполняющий обязанности Акима области отметил необходимость замены знаков на специализированной технике. А.М. Амрина Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Казбекбийском районе порядка 50 неблагополучных дворов. Отсутствие ливневок, ямы, сломанные лавочки и покореженные детские качели. Чиновники видят причину всех бед в отсутствии КСК. В Казбекбийском районе бесхозными считаются около 400 многоэтажных домов. А вот жильцы 25-го дома по проспекту Нуркена-Абдирова нашли выход из ситуации. Ямочный ремонт во дворе дома номер 25 по проспекту Нуркена-Абдирова обойдется жильцам в ноль тенге. Такой подарок им решила преподнести компания УЛАРМК. По словам подрядчика, вот на этот участок у них ушло около 200 тысяч тенге. Компания советует своим коллегам последовать их примеру. Вообще, это же обращение было Назарбаева о социальной мощности и защите бизнеса. Ну, у нас, между прочим, мы как-то это мы понимаем и призываем других строительных предприятий, не только дорожников, но и строителей. Надо всегда помогать. Помимо ямочного ремонта, жильцам помогают и с обрезкой сухостоев. Также обновляются линии электропередач и будет произведена покраска детской площадки, побелка деревьев и газгольдеров. У нас постоянно жалобы поступали с этого дома. То есть, мы предложили этот двор. Приехав сюда полностью, осметили. Это все бесплатно в рамках спонсорской помощи. То есть, подрядная организация, они за свой счет это все делают. Буквально, вот, получается, вчера мы нарезали, получается, карты, сегодня уже асфальтирование идет. Думаю, сегодня закончим. Жители домов до сих пор не могут поверить в удачу. Ведь самостоятельно сделать все это им не под силом. По словам председателя КСК «Атлант» Ларисы Мантель, раньше во дворе было невозможно ни пройти, ни проехать. Грязь и лужи после дождя собирались в ямы и колдобины на дороге и затрудняли движение. Конечно, жители очень рады. И мы подготавливались с четверга для того, чтобы не стояли автомобили, чтобы ничего не мешало. Спасибо жителям за то, что они приняли наше объявление, предупреждение, убрали свои автомобили. И вот сейчас вот это проходит. Очень рады. Большое спасибо Акимату. В аналогичной спонсорской помощи нуждаются порядка 50 дворов Казбекбийского района. Власти призывают жителей объединяться в КСК или создавать свои формы правления. По словам чиновников, охватить ремонтом все дворы бюджет пока не может. Капитальный ремонт, согласно бюджетной заявке, запланирован только в следующем году. В Балхаше задержано подозреваемое в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба областного ДВД. 16 августа 39-летняя женщина отправила СМС-сообщение участковому инспектору о том, что в двух зданиях Акимата Балхаша и Цона заложены взрывные устройства. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Из двух зданий эвакуированы около 120 человек. Взрывные устройства не обнаружены. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено и задержано 39-летняя жительница Балхаша. Она дала признательные показания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с экстремизмом УВД города Балхаша задержана 39-летняя жительница города, которая дала признательные показания. Вещественные доказательства сотовый телефон изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть о ложном сообщении об акте терроризма. Задержана и выдворена изолятор временного содержания. В течение года это уже второе аналогичное преступление. До этого, в июле текущего года, она задержана сотрудниками полиции о ложном сообщении об акте терроризма и приговорена к 3-м годам лишения свободы условно. В Асакаровке за взятку в 200 тысяч тенге осудили экс-акима района Нуржана Абельдина. Его приговорили к штрафу в 12 миллионов тенге с конфискацией имущества и по жизненным лишениям права занимать государственные должности. Экс-акима задержали в сентябре 2015 года. По версии следствия, Аким получил от предпринимателя взятку в размере 200 тысяч тенге. Взамен он обещал лоббирование его интересов в тендере о закупе угля. Чиновника взяли сразу после передачи денег. Осужденный вину так и не признал, назвав это подставой. Также он заявил, что следователи Национального бюро его пытали, однако доказать свои слова он не смог. Приговор уже вступил в законную силу. А сейчас короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. Археологическую сенсацию обнаружили участники экспедиции Сараркинского археологического института. Недалеко от Караганды раскопан уникальный ступенчатый мавзолей бегозы Дандыбаевского времени. Мавзолей построен по принципу пирамиды и напоминает усыпальницы египетских фараонов. Сейчас вы видите мавзолей с высоты птичьего полета. Своими формами это величественное погребальное сооружение напоминает знаменитые египетские пирамиды, примерно того же исторического периода. Судя по конструкции, этот мавзолей возвели в Сарарке более трех тысяч лет тому назад для вождя Эликагана местного могущественного племени периода поздней бронзы. Достаточно большое сооружение. Сверху было перекрыто земляной насыпью. После расчистки выявлено, что имеет принципиально иную конструкцию, чем ранее, которые были нам известны. Это представляет собой прямоугольник или даже скорее квадрат со стороной 15 метров. И причем насчитывается порядка пяти, даже шести стен, которые возведены методом строительной кладки. И причем каждая последующая к центру стена, она все более и более повышалась, то есть создавая пирамидально-ступенчатую архитектуру. Находку смело можно назвать уникальной. Таких в Казахстане еще не встречали. Подобные объекты можно пересчитать по пальцам, поскольку бегозыдандыбаевская культура представлена только в Казахстане и только в центральной части. На месте раскопок человеческих останков пока не обнаружено, но надежда еще есть. Мы уже нашли бронзовый нож, наконечник стрелы, иглы, значительное количество керамической посуды и кости домашних животных. Думаю, дальше будет интереснее, когда начнется работа по выемке земли с центральной части захоронения. Около двух месяцев археологи вели работы на месте обнаружения погребального захоронения. В настоящий момент завершена зачистка территории. Археологи приступили к выемке земли с центральной части захоронения. Все находки и материалы этого уникального памятника будут выставлены в экспозиции Музея археологии Карагандинского государственного университета имени Букетова. Асель Сазамбаева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Мир не без добрых людей. Карагандинец Жасулан Сесенханов отправился в благотворительный автопробег по городам Казахстана. Главной целью акции – сбор средств на лечение двухлетней Адемы Коншбек. Девочке всего два с половиной года. Диагноз – злокачественная опухоль брюшной полости. В автопробег мецената проводила Асель Сазамбаева. В мае этого года маленькая Адеми Коншбек диагностировали онкологическое заболевание. Нейробластома третьей степени. Что означает злокачественная опухоль брюшной полости. Жасулан Сесенханов решил проехаться по крупным городам Казахстана с целью сбора средств на лечение девочки. Помимо благотворительности у карагандинца есть еще одна цель – провести экскурсию по Казахстану через Facebook и Instagram. И показать, как можно проехать по стране с минимальными расходами. К день мне друг отправил сообщение, что его одноклассница, дочка, очень сильно больна раком. Просил разослать информацию среди друзей, в том числе и артистов, чтобы они вложили все через Instagram, чтобы привлечь больше общественности. У меня тогда посетила идея этот пробег сделать именно благотворителем, привлечь ряд компаний, спонсоров моих, чтобы они разместили свою рекламу на моей машине, предоставить им автомобиль в качестве билборда и все вырученные средства направить мать родителям ребенка, как материальную помощь. По всем областям машины будут кататься по всем городам по несколько дней, где-то 2-3 дня, чтобы привлечь внимание людей. К новой идее Жасулана подключились некоторые предприниматели шахтерской столицы. Они оказали большую помощь в организации автопробега. Многие бизнесмены уверены, что подобные акции необходимо проводить как можно чаще. Данный экономический спад, можно сказать, не каждая компания предусматривает какие-то статьи расхода на благотворительность. Но он придумал такой оригинальный, не имеющий прецедента симбиоз благотворительности и рекламы. Потому что каждая компания имеет статью расходов на рекламу. И, соответственно, дав рекламу, мы также принимаем пассивную часть благотворительности. Это больше всего и привлекло. Следует отметить, что сумма сбора увеличилась после появления в сети информации об автопробеге. В пути Жасулан Сейсенханов пробует почти месяц. В общей сложности он преодолеет около 8,5 тысяч километров. Это 13 городов Казахстана. В завершении благотворительной акции 14 сентября в Алматы пройдет большой концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Асир Сазамбаева, Жакслой Кнурте, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбонтар. Редактор субтитров А.Семкин